добрый день вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день по вашим многочисленным просьбам продолжаем рубрику рабочие моменты и сегодня у нас в работе очень уникальная очень красивая вещь очень уникально очень красивая и в то же самое время вот такая вот классическая перед нами французская вуаль стопроцентно хлопковая вот такая вот французская вуаль вообще без подобной красоты ощущение абсолютно невероятное это новинка марка софиолет а мы шьем мы шьем классическую прозрачную рубашку рубашка будет типа мужской слегка у нас размоделирована вытачка она вот так немножечко только осталось мужская кокеточка здесь у нас также у нас будет карманчик планочка у нас вот такая вот вот такой клеевой материал который весит 20 грамм он вот такой синеватый слегка вот так поддается в одну сторону вообще не поддается в другую сторону и этим клеевым материалом мы уже продублировали планочки то есть мы прибавили 2 2 подгибки вот сюда на планочку и самый край мы продублировали клеевым материалом видите насколько точно все сделано да теперь осталось эту планочку вот так ее заутюжили все аккуратненько заправить и прострочить вот в этот край но вы увидите это изделие в готовом виде когда его закончат мы его вам обязательно покажем обзор готовое изделие заготовили планку продублировали уже подвернули подгибку низа заутюжили уже готова кокеточка вот у нас кокеточка кокеточка у нас без клевого материала без ничего просто она вот такая вот двойная сеточка вот этот шов соединения кокетки с блузой по спинке рубашечная кокетка она просто шов внутри просто сшита изнутри это не двойной не вывернутый не окантованный просто шовчик внутри но когда у нас вот такие открытые швы огромная просьба следить чтобы шов был ровный потому что если в одном месте 5 миллиметров в одном 4 а в другом 7 с лица это сразу придает ужасный вид изделию кокеточка слегка переходящая на полочку и тоже точно также нужен очень 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 аккуратный шов потому что если опять же шов на виду а мы неаккуратно его сделали но это как-то не очень будет конце вот у нас уже заготовлены рукава модель рукава у нас будет такая просто шов и подгибка не задвойная никаких манжетов здесь не будет потому что клиент а клиент это я не хочу эти манжеты ничего я хочу что просто вот так вот я рукав заворачивала сюда и все просто такой завернутый рукав вот такая вот абсолютно будет у нас великолепная рубашечка а сейчас маргарита вам покажет как на такой изящной тонкой вещи шить боковой шов ширина шва 07 ширина шва 07 длина стежка ну примерно два с половиной миллиметра потому что три это многовато для такой вот нежной ткани иголочка должна быть очень тонкая номер 60 60 не более даже 70 иголка это уже толстый гол иголка для такой ткани поэтому аккуратно не длинный стежок не широкий шов и тонкая игла это залог от нашего будущего хорошего изделия сейчас маргарита сложила изнанку с изнанкой до сложили изнаночную ткань с изнаночной и шьем по лицевой стороне у нас обе лицевые стороны сейчас наружу сейчас мы дошьем шов я думаю что рубрика рабочие моменты вполне как бы у нас приживется на нашем канале очень много было комментариев очень восторженно вы встретили нашу рубрику давайте покажем что у нас получилось со швом один шов будем шить второй сейчас не будем прострочили вот и удаляем наметочку кажется что очень сложно сделать вот такое изящное изделие на самом деле ничего сложного особенно нету а нужно учитывать вот эти вот все нюансы которых я сказала ну и плюс очень аккуратно работать аккуратно аккуратно и как я всегда вам говорю продуманно потому что если мы работаем не продуманно у нас очень много возникает в процессе работы очень много вот таких неясных моментов но я думаю что у нас маргарита и неясных моментов точно не будет сколько мы отрезаем миллиметр 4 оставляем да мы да мы смотрите вот так вот строчили 0 7 а теперь мы должны отрезать еще излишек от этих 0 7 ровно-ровно вот миллиметра 3 мы отрезаем но вот от того вот как мы сейчас насколько ровно режем от этого и зависит красота будущего шва а как я не люблю ходить с кривыми швами то мне надо чтобы маргарита точно резала ровно маргарита ровно режь вот маргариточка терпит это все ну настоящему мастеру никто не помешает ровно отрезать даже я очень я прошу вас внимательно рассмотреть шов мы ничего не делали мы ничего специально и растягивали но от того что мы прошли на машине вы видите какие получились волны вот они получились волны некоторые люди думают что можно сразу сидя на месте разворачивать и шить с изнанки тогда чтобы все это спрятать но пока мы все это не от утюжили сначала нужно от утюжить вот эти все волны убрать идеально потом нужно за утюжить на одну из сторон а мы будем за утюжить в сторону спинки потому что здесь у нас вытачка на грудной есть потихонечку все наблюдайте маргарита будет показывать боже какая буду шикарная вот так легкая утюжка а теперь я хочу чтобы вы обратили внимание вот на красоту этого шва он уже сейчас должен быть красивый хотя он еще не окончен а если он сейчас некрасивый он не будет красивым тогда когда мы его закончим смотрите красота какая сейчас маргарита заутюжит внимательно рассмотреть шов и наблюдать что будем делать дальше идем за машинку теперь мы наш боковой шов сложили так чтобы у нас вот сам вот этот срез оказался внутри вот теперь у нас лицо с лицом внутри изнанка снаружи теперь у нас мы будем последний раз строчить так чтобы вот весь вот этот срез оказался внутри сейчас маргарита все выправит и сколи все иголочками наметывать по такой изящной ткани я бы не рекомендовала но кто-то может спросить почему мы шьем рубашку из такой изящной вуали потому что если бы я сошью сама себе какую-нибудь блузу с рюшами там с валанами какую-нибудь такую блузку с бантом с сетками и еще с чем-то неизвестно буду ли я потом это носить может быть один раз одену а вот такая трубашечка в стиле мужской обязательно буду ее носить потому что это мой стиль и вообще я люблю вот такие вот вещи которые никогда не выходят из моды а вы меня слушайте а за ручками маргариты наблюдайте а теперь строчим так чтобы весь срез остался в шве на лапочку строчим да то есть мы укорачивали срез а теперь снова будем строчить на лапочку и после того как сейчас маргарита со строчит мы отправимся на утюг вы увидите как красиво получилось очень аккуратно нужно начинать потому что когда такая тонкая ткань очень легко во время закрепки что ее она зажует ткань внутрь машинка все-таки грубовато я очень рада тому что у нас еще нашлась нашелся хороший клеевый материал который не испортит такую прекрасную ткань а это очень сложно найти такой клеевой а вот видите маргарита шьет и опять немножечко хочет это все волнить легкие волны появляются которые конечно же мы уберем утюгом сегодня вам показываю мастер-класс как работать вот с такой очень 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 изящной тканью потому что думаю что многие из вас уже научились шить простые вещи и многим из вас хочется уже ну что до эдакое такое поинтереснее по изящнее а так как торговля готова готовыми вещами нам ничего такого не предлагает то выхода другого нет как брать и делать самим как мне так лучше вообще нигде ничего не ходить не смотреть вот это готовое шов готов перемещаемся на утюжильный стол и так мои дорогие внимание сюда вот опять мы прострочили и снова у нас видите вот такие волны небольшие но когда вы будете утюжить нельзя брать утюг и вот так вот им делать утюжок у нас идет только вот так раз 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 таким образом эти волны уберем давай вот шов боковой у нас готов заутюживаем его в сторону спинки хорошо выкладывайте все проверяйте чтоб не наделать складочек и так боковой шов готов мы показали вам еще один рабочий момент таких моментов у нас теперь будет много мы будем просто выходить в ателье и снимать показывать что же здесь происходит думаю что вам было интересно пишите ваши комментарии поддерживайте наших мастеров на этом мы с вами прощаемся ставьте лайк и делитесь нашими видео в соцсетях подписывайтесь наш канал кто еще не подписан нам очень хочется иметь золотую кнопку и приобретайте наши курсы они будут хорошим помощником для вас всего хорошего с вами были мы паук шторин михайловна маргарита и вся наша команда и